Как и обещала, мы переходим к гораздо более печальной теме. Это юридические аспекты управления фанатскими сообществами в сети. Почему печальная? Потому что здесь нам уже говорили про жестокую модерацию. В интернете тут мне подсказывают адская модерация, инквизиция и прочее. И Вадим Усков нам расскажет об аспектах, я так понимаю, что на примере ваших клиентов. Здравствуйте, уважаемые дорогие друзья. Я юрист, я патентный поверенный адвокат и занимаюсь брендингом последние 15 лет. И мы регистрируем товарные знаки, мы защищаем авторские права. И если лет 10-15 назад вставал вопрос относительно о том, а почему этот бренд не защищен, или как он плохо защищен, или о том, что кто-то под него подделался, то на сегодняшний день вектор, ну такой тренд основных проблем, и проблемы, которые, как мне кажется, будут в будущем, сводятся уже к другим вопросам. Потому что понятно, что в какой бы то ни было классификации брендинга, ну лично я небольшой специалист, и как в том анекдоте, когда спрашивают пожарного, а чем отличается скрипка от виолончели, одна из них дольше горит. Вот про брендинг у меня примерно такая же история. Я в 2002 году прочитал статью Андрея Надеина, которая писала про бренды Веры. И он писал, что сегодняшний брендинг, это было лет 10 назад, сводится к тому, что нужно бренд воспринимать не как нечто, что позволяет идентифицировать товар. Ну вот это, тайт, это, порошок, да, вот это, это, вот это. То есть мы понимаем идентификацию банальную, а именно к фанатской приверженности. То есть если бренд не растет в этот вектор, то вроде как, ну а зачем оно надо? Ну вспомните Харли Дэвидсон. С точки зрения технической, мотоциклы, ну да простят меня фанаты, весьма отстают от современных технологических решений других конкурентов. Но ведь ни у одного, у другого мотобренда нет такого сообщества. Ни у Сузуки, ни у Ямахи, ни у одного как бы мотобренда нет такого сообщества, как у Харли Дэвидсон. И мы говорим о том, что бренд, который идентифицирует товар, по-хорошему должен задумываться стратегами и прочими гениями в сторону фанатства. Я смотрю на то, как мы в последние годы фанатеем, и это уже такая нормальная эпидемия по поводу яблофонов, ну в смысле этих, яблочной этой продукции. То есть айфон такой, этот такой, вот девайсов просто у каждого через один, если, да, и это уже становится такой нормальной фанатской темой, да, а у тебя какой там, а у тебя такой, о, у меня вот такой. И уже не вопрос, как бы, у тебя Samsung или Apple, да, уже как бы все подразумевают, что ну как же какой-то там Samsung. И в этом смысле приверженность и фанатение мне стало интересно с юридической точки зрения. Если бренд веры – это истинное или правильное направление, для некоторых категорий брендов, я не очень представляю, как Always может быть брендом веры, вот, но тем не менее я предполагаю, что некоторые товары, которые выпускают некоторые производители, могут стремиться к этому вектору. И тогда встал вопрос, если вот такие бренды все-таки существуют, и они есть на рынке, то что с ними происходит, как они живут, и как взаимодействие происходит с этим пиплом. Ведь если бренд рассматривать как институт коммуникации между производителем и пользователем, да, ну, есть такая версия, что брендинг – это институт коммуникации. Хороший, плохой, там, правильно, неправильно, идентифицирует или не идентифицирует, какую он несет там смысловую нагрузку и прочее, это вот тут уже не моя тема, но я понимаю, что сама концепция, сама конструкция, она предполагает наличие подобного рода там решений. Ладно, вернемся к фанатам. Итак, фанаты. Среди моих клиентов есть несколько особо удивляющих меня компаний, которые работают с фанатами так, как я бы, как говорят, рекомендовал всем учиться. И я понимаю, что эти фанаты и управление этими фанатами – это некий вопрос будущего, который сейчас обсуждается в тех или иных концепциях, в тех или иных конструкциях. Но мне кажется, что вот кто правильнее научится управлять фанатским сообществом, не просто жесткая модерация там, да, и не заигрывание, но коммуникации правильные, тот, собственно говоря, и будет молодец. Так вот, фанаты. Изначально речь шла от греческого фанатика слепая вера, то есть одержимый неистовый. Иными словами, человек, испытывающий особо повышенное влечение к определенному объекту. Ну, мы назовем его кумиром. То есть человек, который в этой ситуации с точки зрения словарей, как бы сказать так помягче, не особо умен, потому что это вот слепая вера исключает как бы действия весьма умного, продвинутого, да. То есть он большой, максимальной степени лоялен, то есть он просто вот фанатеет, балдеет и считает, что круче этого девайса, там, не знаю, или еще чего-то, нет никого. И, конечно, даже среди этих вот групп фанатов разделяют мягких поклонники и ярых фанов. Мне кажется, что если мы анализируем фанатство как явление, слепое поклонение чему бы то ни было, но в то же время говорим, что бренд веры стремится к фанатам или стремится сделать свою аудиторию, своих потребителей вот теми самыми фанатами, да, то тогда надо понимать, вот как образуются фанатские сообщества, как это вообще происходит, какие сообщества существуют и что для этого выращивания делают бренды. Первое, что нужно отметить про фанатство как явление, это явление коллективное. То есть нет фанатского сообщества из одного человека, да, но это смешно. Но вот вопрос теперь в том, что это коллективное, оно как образуется стихийно? Да, в некоторых случаях стихийно, но если мы говорим о брендинге фанатства или о управлении брендом в сторону фанатства, то мы понимаем, что это достаточно четко структурированная концепция, четко структурированная политика и четко структурированный порядок действий. Но этот порядок действий, структура и прочее выглядит управляющими, но для публики в абсолютном своем большинстве, как это ни парадоксально сейчас прозвучит, это явление бессознательное. Это бессознательное в том смысле, что над глубокими замыслами фанатства как явление брендинга, естественно, никто из этих людей не догадывается, то есть никто из фанатов еблофонов не воспринимает себя как частью с кем-то срежиссированной пиар-акции для того, чтобы я был ярым поклонником этого девайса. И вопрос заключается в том, что третья характеристика, которая в этой части нам, на мой взгляд, нужна, это необходимость общения между участниками сообщества. Понятно, да? То есть если мы не общаемся между собой, то какие же мы фанаты. Дальше мы смотрим, на какие фанатские сообщества бывают. Есть только оффлайновые, есть только онлайновые, есть смешанные. Ну, оффлайновые. Я, например, ни в одной сети, ни в ВКонтакте, ни в Одноклассниках, ни в Фейсбуке не нашел ни одного сообщества Харли Дэвидсон. Я удивился сначала, думал, ну это что, такая фанатская группа, да? А эти люди туда не ходят. Вот они сядут на байк, поедут вместе на тусовку в этой ситуации и в большей степени. И я подумал, ну даже собраться вместе, они же должны каким-то образом были, да? И я понимаю, что каналы коммуникации между этими людьми, они другие, и им вот эти вот истории уже не нужны. Есть только онлайновые сообщества. И таких тоже достаточно много. И, ну, мы сейчас не обсуждаем тему там, как сказать, однополых и прочих. То есть, ну, там, где люди в оффлайн вообще не выходят, а только в онлайне. Но назвать это какими-то фанатскими сообществами тоже, как бы, честно говоря, не поднимается. Но важно мы понимаем, что на сегодняшний день, в сегодняшней нашей коммуникационной среде, как явлении, да, мы воспринимаем диджитал и сетевую концепцию как один из элементов коммуникации. И если у бренда, который стремится брендам веры, есть задача организовать свое фанатское сообщество потребителей, то тогда, конечно, мы должны понимать, что речь идет в первую очередь о смешанной технике онлайн и оффлайн. Если вы, ну, рассматривая прошлое, предыдущее выступление, будем делать сайт про женские проблемы только онлайн и нигде, никогда не собрав там какую-то группу или не показав телевизионный проект о том, как это все происходит, то, может быть, это все сработает только онлайновым вариантом. Но мне почему-то кажется, что абсолютное большинство настоящих фанатских историй это смешанные онлайн и оффлайн. То есть невозможно без онлайна и невозможно без оффлайна. Основа фанатства — культ. Мы поклоняемся чему-то. Ну, любое поклонение — это уже как бы некая глупость, но тем не менее мы воспринимаем, что еще разок это надо. И создание культа в этой ситуации, если опять-таки мы говорим о способе выращивания фанатов, о способе выращивания фанатского сообщества. Первый шаг этого процесса заключается в том, чтобы сделать эту группу закрытой. Отсечь. Вы неправильные поклонники «Зенита». Вы неправильные поклонники «Зенита». Вот правильный поклонник должен... Идет усечение, ограничение или какие-то вещи, которые сделают эту группу закрытой, элитарной и недоступной. Вадим, извините, а можно я вот сразу вопрос по ходу задам? Это делает модератора группы или это сами пользователи должны отсекать вот этих «неправильных» в кавычках товарищей? Мы сейчас рассматриваем мое ощущение, мое видение тех нескольких клиентов и их правильных действий по управлению фанатами. И каждый из них, опять-таки, я сейчас как-то говорю, от общего к частному веду, каждый из них при управляемом построении фанатского сообщества делал этот шаг. И когда я потом прочитал в литературе вот просто классиков, выяснил, что это на самом деле как азим-едим, как само собой разумеющееся. Невозможно создать хорошую фанатскую группу, не усекая возможности всех любителей этого, например, музыканта, певца, композитора, девайса, мотоцикла или футбольного клуба или кого-то еще. Это, ну, для музыкантов, вот эти люди могут пройти за кулисья. Вот фанаты там, да? Вот эти люди могут иметь доступ вот такой-то к тому-то, к чему-то запретному, к чему-то закрытому. Вот у них есть автограф-сессия специально для них, только для них. Но это решает сама фанатская группа? Нет. Или это решает вот... Нет. Опять-таки, в зависимости от того, имеем мы управляемую группу или нет, но если это управляемая и грамотно управляемая группа, то первым шагом идет, как-то говорят, такая узкая горлышко, создание узкого горлышка, которое фильтрует группу. И парадокс заключается в том, что чем жестче фильтр, чем жестче фильтр, тем плотнее будет фанатское сообщество. Если вы купите мотоцикл Харль Дэвидсон и приедете в первый раз на тусовку, вас туда выгонят. Недостаточно обладать одним этим аппаратом для того, чтобы считать себя поклонником. Нужно какое-то количество сборов, нужно какое-то количество времени, нужно какое-то количество километров и так далее. И точно так же во всех сообществах, которые я наблюдаю по фанатским структурам. И я понимаю, что если вы управляете фанатским сообществом и не сделали этого первого шага, ну, осознанно, неосознанно, это другой вопрос, то вы сделали ошибку. И вот на мой взгляд, то, что я обнаружил, меня это, честно говоря, немножко сначала удивило, потому что построение фанатского сообщества происходит первым шагом через модность, престижность, через гордость, через какие-то такие элементы. Словом, фанатство — это не для всех. То есть это избранная каста, которая, во всяком случае, позиционируется именно таким образом. Итак, основные сетевые сообщества фанатов. Если мы сейчас говорим про онлайн, про сети, понятно, «Контакт», «Фейсбук», «Одноклассники», понятно, есть форумы официальных сайтов, на которых некоторое количество лояльной фанатской группы есть, и неофициальные сайты того бренда или той группы или кого бы то ни было. И вот эти три категории сетевых фанатских тусовок, площадок мы рассматриваем с точки зрения юриспруденции уже. Потому что даже если представить себе, что бренд решил выращивать фанатскую группу или решил каким-то образом взять контроль над своими фанатами, то понятно, что там должно быть большое количество людей, которые будут управлять и тем, и другим, и третьим, и четвертым, и пятым. И вопрос заключается лишь только в том, что не просто концепция реагировать на ругань, которая появляется там, на троллей, которые там начинают троллить тот или иной проект, а в том, чтобы действительно иметь концепцию управления и создания и онлайновых и оффлайновых мероприятий этих самых фанатов. Но тут возникает самая забавная уже юридическая история, как мы подошли к юриспруденции. Потому что у кого какого бы то ни было бренда, независимо от того, считает он себя или выращивает он из себя бренд веры или не очень, есть у него отношение к своим потребителям как к фанатам или даже он этого еще не осознает, так или иначе, у более-менее успешных брендов появляются в сети не только официальные группы, но и неофициальные группы, и появляются в этой ситуации неофициальные сайты. И дальше я просто как это вот рыбак наблюдаю, что происходит на берегу и что там происходит в воде. Некоторые бренды начинают ругаться, грызаться. А что это вы создали сайт тренденденденден.су? Вот это мой домен, это домен, похожий на мой товарный знак. Я вам запрещаю это. И вот эта вот агрессивная первая концепция, которая у владельцев бренда есть, типа не пущать. Вот. Сейчас к ногтю. Она, к сожалению, очень распространена. На мой взгляд, это типичная ошибка. Это глупость, потому что, ну, закройте вы этот домен, а люди откроют в другом месте домен. И если эту песню не задушишь, не убьешь, то, в общем, зачем вам это сделать? Гораздо правильнее загубить восстание, возглавив его. Поэтому в этой части нормальные производители, нормальные фанаты управляющей компании просто вводят туда свои элементы и начинают договариваться. Итак, неофициальный сайт. Контроль через товарный знак с доменным именем. Ну, это то, что я вам сказал. Через этаку испуг люди приходят на сотрудничество и начинают договариваться с администратором. Ну, например, что вы не будете писать гадости про нас. Например, вы будете обмениваться фотографиями и ссылками. Мы вам, вы нам. Например, по концертным группам выступления после кого-то концерта такое запросто. Ну, инсайт какой-то. Мы вам будем сливать, а вы будете там рассказывать, что завтра там артист какой-то приедет туда-то. Официальный сайт, все понятно. Это форум, это регистрация, модерация, премодерация, стимулирование, образование иерархии и дисциплины. Любая нормальная фанатская структура строится по очень жесткой дисциплинированной концепции, конструкции, которую я наблюдал практически у всех своих клиентов, которые имеют фанатские сообщества. Ну, например, я искренне восторгаюсь тем, как построена фанатская структура у группы «Ночные снайперы». Немного рекламы на ЦТ, немного рекламы, практически не видно Диану Арбенину где-то в масс-медиа, но большие программы и гастрольные туры, они действительно показывают там, что это все здорово и старается, и работает. На одном из форумов, на одном из вариантов я увидел официальный сайт, что объявление там к десятникам обращения, к сотникам. То есть, это знаете, как старые казацкие эти наши десятники, сотники, и десятники должны обеспечить, что при концерте альбома «Армия» в таком-то городе на входе должно стоять 50 девушек в военной форме, а иначе концерта не будет и вообще как бы пошли все вон. Ну, казалось бы, при чем тут это? Но, тем не менее, вот такая история была забавная и смешная. Политика бана и пряника. Ну, про бан понятно, да, забанить всех, и пряник — это какие-то обязательно радости. Дальше возникает история, которую вам не прочитать, но не надо ее читать. Это вопрос правила сети ВКонтакте относительно того, что будет происходить и как владелец бренда должен реагировать на появление в этом сообществе некой конкурирующей группы или группы неофициальной, но так или иначе указывающей на принадлежность к этому бренду. Вот, например, есть такое сообщество «Толстый фраер», такое сообщество. Значит, есть в Санкт-Петербурге сеть пивных баров Александра Розенбаума «Толстый фраер», и некий молодой человек решил, что ресторанам нужна рекламная поддержка. Он организовал группу, начал ее раскручивать, там начали фотографии вывешивать, меню и прочее, прочее. А потом человек сказал, вы знаете, я вот уже сделал вот чего, смотрите, сколько там уже посетителей, сколько там много, давайте вы меня купите. Пришел владельцу бренда и говорит, давайте вы меня купите. Тот говорит, да не нужен ты мне со своей вот этой вот публикой. Он говорит, ах так. И дальше начинаются гадости, дальше начинается порно вывешиваться на страничках, и дальше начинаются вот просто вот целиком полностью. Я понимаю, что здесь идет и неадекватность, и раскрутка, накрутка счетчика, и мнимые люди, и все прочее. Но вопрос в том, что вот эти вот люди и конфликты с этими админами этих групп, это весьма распространенная конфликтная история, которая уже сейчас, независимо от того, бренд веровый или не очень, идет. И заброшенная группа, там поле для ботов и прочее, это, конечно, печаль. И если бренды не следят за этой сетевой историей и никак-то не борются с ней, то это, конечно, плохо. Но я хотел сказать, что решения, то есть способы возможности бороться с подобного рода образованиями стихийными существовали и существуют юридически. Не надо никого там пугать тюрьмой или какими-то многомиллионными исками. По нашему опыту мы совершенно спокойно эти группы баним. То есть мы обращаемся в администрацию сети. У нас были обращения и в Facebook, и в ВКонтакте. И там, и там успешно. И там, и там удачно. Потому что правила и той, и другой сети позволяют это спокойно совершенно решить. Хотя, конечно, трудности юридического свойства там и там существуют. Собственно, коротко все. Если чем-то вдруг смогу быть полезен еще, спрашивайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok